Привет, друзья! Что вы ели за последние сутки? Наверное, полезную и вкусную пищу? Скорее всего, к концу этого видео отношение к своему повседневному рациону у вас в корне изменится. Почему наши питомцы перестают пить молочко из блюдечка? Не хотят лакать наши усатые друзья молочко из деревни, как написано на упаковке. А почему не хотят? Да потому что нет никакой деревни в действительности. И молока тоже нет, и сметаны. Большинство производителей давно уже заменили его на дешевое, но выгодное в производстве пальмовое масло. Фруктовые йогурты не имеют никакого отношения к фруктам, а уж из чего делаются сосиски, нам лучше вообще не знать. Все слышали про известный вопрос, что раньше, курица или яйцо? Так вот, сейчас мы вам покажем, как просто решается этот спор. Вот как это делается. Китайские рабочие ловко заполняют формочки белой и желтой жижей. Более того, научились уже подделывать и готовое блюдо – яичницу глазунью. Немного какой-то мутной слизи, плюс плотная желтая субстанция, но выглядит как настоящая глазунья. Если вы думаете, что эти технологии актуальны только для Китая, которая не может прокормить свое население, вы просто многого не видели. Яйца из обычного супермаркета могут оказаться фальшивкой. Вот, например, обычное сырое яйцо из магазина крутится, как будто оно уже сварено. А если разбить его, то можно увидеть практически однородную массу, и белок и желток оказываются одной консистенцией, и сразу смешались в тарелки. А скорлупа, если ее поджечь, вообще не горит, а плавится. Так из чего же делают искусственные яйца? Скорлупу из гипса, кальция и парафина. Белок и желток из смеси желатина и специального полимера – альгината кальция. А подкрашивают их пигментами нужного оттенка. Китайцы даже не скрывают этого. Напротив, активно продвигают свой товар в мир, тем более, что себестоимость таких яиц в разы меньше, чем у натуральных. В Америке такие яйца продаются, как вегетарианские яйца. А это обычный рис. Так думал мужчина, который его купил в магазине. Вот только после обычной промывки крупа превратилась в зернистый пластилин. Теперь из него можно лепить все, что угодно. Это еще не все сюрпризы от риса. Автор этого эксперимента взял продукцию трех марок, положил по горсточке на конфорку и стал нагревать. И один из образцов вдруг вспыхнул синим пламенем. А это значит, что горит полимер. Попробуйте поджечь рис из своей упаковки. Может быть, он тоже у вас пожароопасный? Впрочем, горящий творог, шоколад и прочие перетехнические продукты уже давно стали звездами Ютуба. Теперь посмотрите на эти кадры. На столе пластиковый контейнер с какой-то жидкостью. В нее добавляют компоненты. Вуаля, мясо готово. Осталось только добавить соус, и можно есть. Домашняя колбаса. Думаете, полезно? Тогда посмотрите вот на это. Салями из пластика. Такой продукт лучше использовать в пицце, поясняет специалист. Ведь обилие соусов и специй придадут ей больше пикантности. Любите черную икру? Тогда вы просто обязаны научиться ее производить. Смотрите и учитесь. Рецепт несложный. Берем охлажденное растительное масло, смешиваем желатин соевым соусом, а потом капаем черную смесь в емкость с маслом. Икринки образуются прямо на глазах. А если хочется красной икры, то можно поменять краситель. От настоящей такую фальшивку сложно отличить по виду. Да и по вкусу тоже. Хлеб для классических бутербродов с икрой тоже стоит выбирать внимательно. Не все то хлеб, что хлебом называется. Сейчас его можно использовать вместо тряпки или губки для вытирания со стола разлитых продуктов. А до следующей уборки достаточно его просто помыть под кран. Этим хлебом можно мыть и панели холодильника. Прекрасно отмывает. Современная пища напоминает химическую бомбу замедленного действия, которая уже начала действовать. В 2016 году ученые обнародовали жуткие данные. Тела людей, похороненных за последние 30 лет, почти перестали разлагаться. Сначала грешили антибиотики, которые принимают современные люди по любому поводу, но истинная причина оказалась еще более шокирующей. Все дело в химии, которая вместе с пищей попадала в организмы в течение многих лет. Если фальшивые продукты еще с трудом возможно опознать по внешнему виду, то генетически измененные продукты без дорогостоящих лабораторных анализов выявить невозможно. Это настоящая пищевая бомба. Про коров, при виде которых плачут все культуристы мира, мы уже рассказывали. Посмотрите по ссылкам. Будет интересно. Недавно в США разразился скандал. Одна из популярных сетей ресторанов быстрого питания использовала для приготовления пищи искусственно созданных химер. Птицу, у которой было 6 ребер, полностью отсутствовали кости, глаза и клюв. Думаете, выдумка или маркетинговый ход? Тогда посмотрите вот на это. Птица с тремя, четырьмя и более ногами. Они уже появляются на свет не только на закрытых предприятиях, но и у простых фермеров по всему миру. А эта курица стала настоящей интернет-сенсацией. Дело в том, что у нее нет головы, и при этом она живая. А то, что именно голова практически не используется людьми в пищу, наводит на определенные мысли. Специалисты говорят, сотворить такое при нынешних технологиях несложно. Ученые создают мутантов без отдельных органов, свиней, которые лишены скелета, многоногих птиц. И всем этим руководит небезызвестный доктор Крейг Вентер, автор самых смелых гипотез в области генетики и создатель первой синтетической клетки. В теории разработка должна быть очень простой. Разве что у меня есть цитата, которая уже 20 лет гуляет на просторах интернета. Мы ни хрена не знаем о биологии. Так что биология просто догоняет инженерию, и я надеюсь, сможет перегнать ее. Мы очень близки к тому, чтобы впервые получить клетку, полностью смоделированную на компьютере. Она не будет похожа на любую другую клетку. Крейг Вентер, который первым секвентированным геномом, то есть узнал последствия нуклеотидов, два метра до НТ у наших хромозомов, создал бактерии синтетические. Синтии, синтии. Они ввел туда определенные гены, которые, так сказать, позволяют уничтожать нефть в Мексиканском заливе. А теперь эти синтии перестали кушать нефть, они начинают кушать людей на побережье. Водоросли, китов, рыб, птиц и так далее. То есть это превратилось в ад. Мексиканский залив – это ад современный. Таким усовершенствованным мясом ученые планируют накормить весь мир. Планируют или уже кормят? Слишком уже заманчивая перспектива получить прибыль, не вложив практически ничего. Тем более продавать искусственный или генетически модифицированный продукт в нашей стране не запрещено. Правда, нельзя его реализовать под видом натурального, но мало кто по доброй воле возьмет с полки упаковку с надписью «Искусственные яйца», синтетическая колбаса или овощи с отметкой «Содержит ГМО». Поэтому производители не пишут на упаковках всей правды. А продавцы, прекрасно это понимая, охотно принимают на реализацию копеечный поддельный товар. Вот только технологии, позволяющие делать полезные искусственные продукты, в мире пока не существуют. А вот результат их потребления человечество, похоже, уже ощущает вовсю. Например, для искусственного мяса производители вынуждены использовать гены роста, которые заставляют клетки мышечного волокна усиленно делиться и расти. В таком мясе изменена ДНК, и как она поведет себя, попав в организм человека, можно только гадать. Чаще всего под ударом этого пищевого оружия оказываются дети, которые бездумно потребляют фастфуд. Что такого в гамбургере? Булка, мясо, овощи. Только вот на деле там может не оказаться ни того, ни другого, ни третьего. А из чего произведен сыр и соус, лучше вовсе не знать. В результате у детей аллергия, задержка психологического развития, отклонение в здоровье и многое другое. Противозачаточная кукуруза. Думаете, это шутка? Вовсе нет. Такой сорт еще в 2010 году создал калифорнийский ученый Мичхан. Достаточно съесть всего 200 граммов, то есть один початок, и в организме запускается механизм, препятствующий оплодотворению. А если есть этот продукт постоянно, это неминуемо приведет к бесплодию, уверяют медики. И самое жуткое, семенами противозачаточной отравы уже засеяны тысячи гектаров земли. И никто не знает, где она перерабатывается и фасуется, как она переопыляется с другими традиционными сортами, и что в результате получается. И самое главное, куда потом поставляется в виде крупы или крахмала, которые нерадивые производители суют везде и всюду, в сладости, йогурты, соусы. Вредная, несъедобная и даже смертельно опасная еда может скрываться как под малоизвестными брендами, так и под марками крупных компаний. И недостаточно читать написанное на упаковке, надо думать. Очевидно, что яблоки не могут храниться полгода и более. Если на упаковке указан большой срок годности, с этим фруктом что-то не так. Идеально ровные крупинки в пакете должны не обрадовать, а насторожить. Вспомните, природа редко создает идеальное. До сих пор все попытки человека улучшить этот мир приводили к печальным последствиям. Или мы все-таки можем своим разумом влиять на природу, не уничтожая ее? Давайте обсудим эти непростые вопросы в комментариях под этим роликом. Ну а на сегодня у нас все. Благодарим за оценку этого видео и за уделенное время. Доброй ночи и до новых встреч!